Добрый день, меня зовут Светлана, и в этом ролике мы поговорим о том, как правильно считать срок исковой давности. Время – самый драгоценный ресурс в современном мире, и вопрос о списании долга по истечению срока исковой давности волнует многих граждан. На сегодняшний день уже практически не встретишь ситуации, когда банк не взаимодействует с заемщиком, если у него пропущен платеж по кредиту. Сейчас в каждом банковском учреждении существуют отделы по работе с просроченной задолженностью. Если вы пропустили оплату по кредиту, то уже на следующий день вам придет не только СМС-оповещение с напоминанием о просроченной задолженности, но и в некоторых случаях вам позвонит и напомнит об этом сотрудник банка. Давайте разберем с вами, что такое исковая давность и как она исчисляется. Срок исковой давности согласно закона составляет 3 года. Он определяется условиями первоначального договора с кредитной организацией, с физическим лицом или с контрагентом. Рассмотрим эти условия на примере различных ситуаций. Первая ситуация – вы заключили договор с банком. Вместе с договором вам выдается график платежей. Долгое время вы оплачивали, и все было прекрасно. Но затем, в силу жизненных обстоятельств, вы больше не смогли выплачивать банку ежемесячные платежи. Допустим, дата платежа у вас 1 июля 2020 года. Срок исковой давности по данному платежу истекает 2 июля 2023 года. Далее, следующий платеж – 1 августа 2020 года. Срок исковой давности по данному платежу истекает 2 августа 2023 года и так далее. Таким образом, каждый платеж является самостоятельным обязательством с отдельной датой погашения. Поэтому и срок давности рассчитывается отдельно по каждому платежу. Вторая ситуация. Допустим, вы заключили договор займа 1 октября 2020 года. И по условию договора выплата тела займа и процентов произойдет через 12 месяцев, то есть 1 октября 2021 года. В этом случае, если вы не погасите заем вовремя, то со 2 октября 2021 года пойдет отсчет срока исковой давности. Третья ситуация. Если вы заключили договор с контрагентом, и срок оплаты за товар или услугу четко в договоре не определен, то здесь ситуация, конечно, немного сложнее. Чтобы определить дату отсчета срока исковой давности, вам необходимо отправить своему контрагенту официальное требование о возврате задолженности. Срок будет исчисляться со дня выставления требования. Или с той датой, с которой вы дали дополнительное время на возврат долга. Если такое требование не предъявить, то в этом случае срок исковой давности истечет через 10 лет. О каких нюансах вы еще должны знать, чтобы списать задолженность по окончании срока исковой давности? Во-первых, что может сделать кредитор, когда у вас просрочка по кредитам? Его действие – это звонить вам, присылать письменные уведомления о просроченной задолженности, предложить реструктуризацию, кредитные каникулы или подать в суд. Если вы ответите на письменные уведомления о возврате долга и согласитесь с задолженностью, или сделаете рассрочку платежей, то срок исковой давности исчисляется заново. В ситуации, когда банк просудит долг, срок исковой давности не предусматривается. Банк вправе требовать и удерживать ваш доход в счет оплаты годами, пока не выплатите задолженность. В этом случае вы можете воспользоваться только процедурой банкротства физического лица. Во-вторых, если банк подал в суд на взыскание задолженности по договору, то вы должны обязательно написать возражение согласно искового заявления. Если вы его не отправите и не укажете на тот факт, что срок исковой давности у кредитора истек по данному договору, то судья просудит долг. Поэтому внимательно следите за корреспонденцией, чтобы не упустить судебные документы и вовремя написать возражение в суд. В-третьих, если ваш кредитор пропустил срок исковой давности, то он все равно вправе требовать возврата долга или вообще продать его коллекторскому агентству. Но здесь знайте, что даже если ваш долг будет продан по договору цессии, то это не меняет срока исковой давности. Он по-прежнему останется 3 года с момента первой просрочки. В-четвертых, имейте в виду, что если вы ошибетесь в подсчете срока исковой давности и заплатите кредитору, а потом, посчитав правильно, поймете, что по данному платежу прошел срок исковой давности, то уже денежные средства обратно вернуть будет невозможно. В-пятых, если для юридических лиц, таких как банки, микрофинансовые организации, восстановить срок исковой давности нельзя, то у кредиторов физических лиц такая возможность есть. Физическому лицу-кредитору достаточно указать причину пропуска. Например, он проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в период военного положения. Правительство Российской Федерации объявило мораторий на взыскание или возникли обстоятельства непреодолимой силы. Таким образом, мы разобрали ситуации и некоторые нюансы по сроку исковой давности. Если по каким-либо причинам вам стало трудно оплачивать задолженность и вашим решением стало поиграть в лотерею и дождаться, пока пройдет срок исковой давности, то спешим вам еще раз напомнить, кредитор этот срок навряд ли пропустит. Это раз. Кредитор просудит этот долг и срок исковой давности уже не будет действовать. Это два. И даже если вам повезет и срок исковой давности пройдет, кредитор все равно вправе требовать долг с вас. Но уже не через суд. Это три. Поэтому все чаще граждане, которые находятся в сложных финансовых ситуациях, не сидят в ожидании трехлетнего пропуска срока исковой давности кредиторам, а прибегают к банкротству, чтобы не терять свое время и нервы. Ведь банкротство на сегодняшний день – это законная процедура избавления от долгов и быстрое восстановление своей платежеспособности. Специалисты федеральной юридической компании «Дабанкрот» помогут вам разобраться во всех тонкостях списания долгов. Чтобы вы начали новую счастливую жизнь, мы сбережем ваши нервы и время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok